Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире главной темы выпуска. Губернатор только за. Студенческие отряды помогут строить футбольный стадион для чемпионата мира. Заплати налоги и спи спокойно. В Самарской области стартовала декларационная кампания. Чего хотят женщины? В музее Модерн открылась выставка женских аксессуаров и характеров. Самарские студенты станут участниками главной стройки региона. Помогать будут и в благоустройстве города, и в создании инфраструктуры для стадиона. Об этом говорили на встрече активисты движения студенческих отрядов с губернатором Самарской области. Обсудили и другие проекты. Власти региона активно поддерживают инициативу молодого поколения. В каких направлениях будут сотрудничать, узнала Марина Кравцова. Самарские студенты участвовали в стройке для саммита АТЭС на острове Русский, возводили спорт-объекты для летней универсиады в Казани и зимней Олимпиады в Сочи. Трудились на площадках космодромов Плесецк и Восточный. Сергей Фроленков, аспирант Самарского университета «Пути и сообщения», уже на первом курсе был участником Олимпийской стройки. Затем я участвовал и на самой Олимпиаде, и это самое дорогое, когда ты едешь по той самой железной дороге, которая строила своими руками со своими друзьями. В Самарском регионе 72 студенческих отряда, а это почти полторы тысячи человек. И ряды активной молодежи постоянно растут. Не останутся они в стране и от масштабной стройки в Самаре. На встрече с губернатором Николаем Меркушкиным активисты поделились. Мечтают поучаствовать в подготовке города к чемпионату мира по футболу. В этом году объем работ внушительный, и это не только сам стадион, но и инфраструктура благоустройства площадок вокруг. В феврале будет подготовлен план, как поможет молодежь. Участники стройотрядов не только осваивают новые навыки, но и развивают гражданскую позицию. Работа в отрядах студенческих разных, строительных, других, педагогические отряды. Студенчество для молодого человека, я считаю, исключительно важной составляющей. Исключительно. Это те люди, которые в итоге как правильно всегда добиваются успехом в жизни. Прозвучало и предложение поучаствовать студентам в создании Гагарин-центра. У студенческих отрядов области богатая история. Глава региона также поддержал инициативу учредить почетный знак в честь 60-летия Куйбышевского студотряда. Его будут вручать не только активным представителям молодежи, но и работодателям. А пока лучшие из лучших передовики движения получают из рук губернатора подарки и благодарность за вклад в развитие движения студенческих отрядов. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. В Самарском медицинском университете поздравили своих студентов с профессиональным праздником. Помимо традиционных торжественных речей фуршета, на церемонии отметили самых ярких старшекурсников, которые лучше всего проявили себя в учебном, научном, спортивном и творческом направлениях студенческой жизни. К почетным грамотам прилагался стетоскоп – мечта любого студента-медика. Однако ректор уверен, что главный подарок для вузовцев совсем другой. Для студентов самый большой подарок, дорогие друзья, это условия учебы, получение хороших знаний. И они это понимают, кстати, всех студентов с праздника в нашей области, всех зрителей наших, бывших студентов тоже, теперешних и будущих. Всем желаю здоровья и успехов. Праздник на льду. В Ленинском районе Самары прошли гуляния, посвященные Дню студента. Местом для торжеств стал каток. Организаторы подготовили для жителей района концертную программу. Гостей праздника развлекали аниматоры. К народному гулянию приобщилась и Алина Чемерис. Трехлетняя София стоит на коньках второй раз в жизни. Теперь, говорит ее мама Оксана, когда рядом с домом появился каток. Дочка быстро научится рассекать лед и держать равновесие. Как из окна не выглядишь, в прошлом году выйти некуда. Вот максимум, что вот эта детская площадка и все же больше ничего не было. Ну, горку, которую сами накатали. И все по домам в основном же сидят. А это, смотрите, сколько народу. Это здорово, если вообще побольше вы в городе за таких мест. Каток на улице Молодогвардейской появился этой зимой. Его залили представители общественного молодежного совета. Теперь на их плечах ответственность за состояние катка. Сами чистят лед, обновляют покрытие, убирают снег. Говорят, это не просто место для отдыха жителей, еще и площадка для проведения праздников. Сегодня здесь звучит музыка, с гостями танцуют аниматоры. Гуляния посвящены Дню студента. Наш праздник на катке приурочен к нему, к этому замечательному празднику. И мы решили, что для студентов лучше всего завершить сессию вот здесь, праздником, на катке, с песнями, плясками, чаем горячим, хорошим настроением, ну и концертом, конечно. На торжества в Ленинский район съехались гости со всего города. Инициативу молодежи организовать праздник на льду поддержала местная администрация. Молодежь – наше будущее. Если мы не будем обращать на них внимания, не будем работать с ними, помогать, то, соответственно, кто вырастет на смену нам и кто будет развивать и помогать городу в дальнейшем. Организаторы говорят, зимние гуляния на катке могут стать доброй традицией. Следующие праздничные катания планируют посвятить Дню всех влюбленных. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. В Самарской области стартовала декларационная кампания 2017. Горожане, которые удачно продали в прошлом году. Машину, квартиру, дом, землю или долю в них обязаны предоставить в налоговую службу декларацию по форме 3НДФЛ не позднее 2 мая. Обязательному декларированию подлежат доходы от сдачи имущества в аренду при получении подарков и выигрышей. Предоставить декларацию обязаны предприниматели, нотариусы и адвокаты. В этот же период налоговые принимают документы на предоставление имущественных и социальных вычетов. В частности, при покупке недвижимости, лечении и обучении себя или детей. Оплатить налог, подлежащий к уплате на основании представленной декларации, необходимо не позднее 15 июля 2017 года. Физические лица, не своевременно представившие декларацию, у которых есть такая обязанность, привлекаются к налоговой ответственности, на которых накладывается штраф в размере не менее 1000 рублей за непредставленную декларацию. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре срочная медпомощь понадобилась двум маленьким детям, предположительно избитым дома. ЧП, сообщает портал Волга Ньюс, со ссылкой на оперативные структуры, произошло днем в среду 25 января в одной из квартир дома на улице Ташкентской. Два брата, одному из которых 4 года, другому 1 год, предположительно проживают вместе с мамой и ее сожителем. Около двух часов дня женщина вышла в магазин, а отчим остался с детьми. Вернувшись примерно через 20 минут, она обнаружила у своих детей следы побоев и вызвала скорую. Кто и при каких обстоятельствах нанес травмы малышам, выясняет следствие. На железнодорожных путях в Самаре тепловоз протаранил 12-ю. По предварительной информации, вазовская легковушка переезжала рельсы в районе перекрестка проспекта Кирова и улицы Ветлянской. Тепловоз протащил машину по рельсам некоторое расстояние. В салоне автомобиля находился только водитель, он не пострадал. У автомобиля поврежден кузов с правой стороны и выбиты стекла. В Самарской области курильщиков-нарушителей оштрафовали на 4 миллиона рублей. За минувший год сотрудники полиции поймали более 10 тысяч нарушителей антитабачного закона. Они курили на территориях, предназначенных для оказания образовательных и медицинских услуг, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках. Штраф составляет от 500 до 1000 рублей. Наказание за курение на детской площадке строже. Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Прокуратура и сотрудники Следственного комитета ведут проверку по факту падения снега на коляску с ребенком. Шестимесячный ребенок поступил в больницу с диагнозом «ушиб мягких тканей головы». Установлено, в доме номер 99 по улице Победы не производится своевременная очистка общедомового имущества от снега и наледи. В связи с этим в адрес директора управляющей компании «Газэнергомонтаж» внесено представление об устранении нарушений законодательства. В следственном ведомстве уточнили, что назначено судебно-медицинское исследование. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Самаре заметно похолодало, и синоптики не могут сказать на этот счет ничего оптимистичного, предсказывая дальнейшее понижение температуры. Уже сегодня столбик термометра может сползти до отметки минус 18. Одно радует – метеорологи обещают практически полное отсутствие ветра. Барды сверят песни. В Самаре готовятся к проведению традиционного зимнего грушинского фестиваля. Как всегда, гостей ожидает насыщенная программа общения, дружба и тепло. Не обойдется и без сюрпризов. Праздник авторской музыки приобретает экспериментальный характер. Сергей Ромашов узнал подробности фестивальной программы. Сверим наши песни. Таков народный девиз зимнего фестиваля имени Валерия Грушина. Впервые барды собрались холодным февралем в 78-м году. Эта добрая традиция осталась неизменной. В следующем месяце больше 4000 любителей авторской музыки вновь сыграют вместе под одной крышей. Сначала в областной библиотеке, потом в филармонии. Организовывать праздник помогают власти города и области. Я искренне благодарен губернатору, который настолько как-то бережно, тепло относится к этому празднику. Как он туда приезжает. Не просто как там высокопоставленный человек. Мэр Самары Олег Борисович Фурсов. Вот о чем его не попросишь в фестивале, он очень внимательный ко всем нашим просьбам. Программа фестиваля постоянно меняется. В прошлом году зрители увидели большой поэтический концерт и даже спектакли. Теперь гостей ожидает и вовсе экспериментальное представление, секреты которого пока не раскрывают. Готовится даже детская программа. Праздник приобретает мультижанровый формат, но в своей основе остается добрым и светлым. Очень хорошо в этом году подобраны люди неожиданно. То есть Алексей Ивашенко и Тимур Шавов. Это два разные мира. Интересно, как эти две вселенные будут пересекаться и вместе существовать. То же самое и наш концерт на троих. Я не понимаю, каким он будет. Фестиваль пройдет в Сомале 17 по 19 февраля. В этом году в программе 4 концерта и творческая встреча. Барды сверят песни, чтобы снова собраться вместе уже летом. Сергей Ромашов, Сергей Баскин. События. 13 открытий в Музее Модерна. В особняке Курлиной ждут гостей на выставку одного экспоната. Предметы будут выставлять по очереди, менять экспозицию раз в месяц. В этом году посетителям музея предлагают познакомиться с темой женских аксессуаров и характеров. Алина Чемереса увидела выставку одной из первых. Интерьеры предмета купеческого быта с основной экспозицией Музея Модерна знакомы многие самарцы. Но то, что спрятано в фондах, показывать начали только в прошлом году. Проект называется «13 открытий». Предметы показывают по одному. Это выставка одного экспоната. На этот раз тема – роли женщины в обществе и все, что связано с прекрасным полом. И начинается все с женских образов. За прозрачной витриной фигурка женщины в главной ее роли – матери с ребенком на руках. Прямо за ней – пушкинские ткачиха, повариха и баба-бабариха, которые олицетворяют женские пороки. Это первая экспозиция на выставке одного экспоната. Дальше тема будет раскрываться с самых неожиданных сторон. Будут аксессуары и какие-то предметы, связанные с чисто женскими занятиями. Допустим, там утюги, какая-то вышивка. Скорее всего, это будут какие-то пудреницы и все, что связано с украшением женщины. Плюс еще, возможно, посмотрим на природу. То есть именно женское в природе. Не только у человека, но и у животных. Какой экспонат будет следующим, пока секрет, говорят организаторы. Экспозиция проекта «13 открытий» сменится в феврале. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. С марта по октябрь и еще на 100 лет вперед. Как прошел революционный 1917 год в Самаре, стала темой лекции в 25-й библиотеке. Открытая лектория «Самарской газеты» проводится на площадках модернизированных библиотек при поддержке администрации Самары. С научным докладом выступил историк, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Алексей Щелков. Как шла борьба за власть в нашем городе? Каковы последствия самого крупного события в российской истории 20-го века? Эти вопросы вызывают особый интерес в год 100-летнего юбилея революции. Она привела к уничтожению империи и изменила ход развития мировой цивилизации. О плюсах и минусах преобразования сегодня спорят как профессиональные историки, так и обыватели. А потому особенно важен научный взгляд на события вековой давности. 2017 год был безусловно и для Самары, и для губернии, и для города непростым. Но надо отметить, что во всяком случае он был мирным. В отличие от, допустим, событий в Петрограде в 2017 году или в той же Москве осенью 2017 года, или от нашего Павлужского, тоже, так скажем, города Саратова, мы не имели таких острых фаз политической борьбы, который бы переходил в вооруженные столкновения. А вот о каких событиях расскажут мои коллеги в следующих выпусках. На этом наш выпуск завершен. Удачи всем. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова